В Кронштадтском Никольском морском соборе совершили литию по погибшим членам экипажа атомной подводной лодки К-8. После молитвы три капсулы с водой с места гибели подлодки отправились на родину затонувших моряков. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. С дела по атомной подводной лодке К-8 гриф секретно не снят. Но и забыть о подвиге и гибели 52-х членов экипажа нельзя. Тем более, что это была первая потеря атомного флота. Подводная лодка К-8 направлялась на учения в Северную Атлантику. И вдруг случился пожар. Пламя почти проникло на пост главной энергетической установки, когда офицеры задраили дверь. Они успели остановить атомные реакторы и ценой своей жизни предотвратить ядерную катастрофу. Всех погибших, независимо от воинского звания, наградили орденом Красной Звезды, оставшихся в живых матросов медали Ушакова. Однако не все родственники погибших моряков-срочников, которых было на борту 20 человек, узнали об этом факте. 7-я дивизия Северного флота, клуб автопутешественников Санг-Йонг, университет морского и речного транспорта имени адмирала Макарова решили восстановить справедливость. Однажды, попав в шторм, мы вынуждены были находиться в Гремихе. И чтобы занять время и досуг моряков, нам показали музей Гремихе, где было сказано по поводу атомной подводной лодки К-8. И, конечно, удивили те факты, что у многих не было фотографий, что выяснилось, что не вручены орденские книжки, не сами награды. И вообще, фактически, семьи матросов ничего не знают о том, что случилось с их близкими, которые были награждены орденом Красной Звезды посмертно высокой правительственной наградой. Поднять тела погибших со дна Бискайского залива невозможно, но возможно сохранить память об этом событии. Доцент университета Марина Русина и ее единомышленники 7 лет искали семьи погибших моряков. И вот результат. Эти капсулы с водой с места гибели подлодки отправляются на малую родину троих моряков-срочников – Воронежскую, Липецкую, Нижегородскую области. Доставит капсулы член клуба автопутешественников «Санг-Йонг» Николай Галактионов. Меня вот потрясло, конечно, что люди забытые. Сейчас мы обращаемся к их родственникам, общаемся с ними по интернету. Сейчас связи много. Вот участвовал в Новосибирске, был, встречался с Элей, которая возглавляет ветеранский совет этот. И меня это тревожит и берет за душу, что надо отдать дань и память людям, те, которые отдали свои жизни. Отправляются капсулы из Кронштадта. Здесь матросы начинали свою срочную службу. В Никольском морском соборе перед началом долгого пути была отслужена лития по погибшим морякам. Старство небесное, оставление грехов, и у креста бессмертного, скорее Бога нашего, просьте, Господу помолимся. За все советские годы это была первая гибель, связанная с военнослужащими ВМФ. И действительно память о этих воинах, о этих героях, которые выполняли свой долг, долг государства, оставались верны присяге, память им необходима. На родине погибших моряков капсулы будут переданы семьям и торжественно захоронены. Также появятся мемориальные доски. Спасибо. 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 Спасибо.